здравствуйте друзья добрый вечер так случилось что на днях разговорился буквально там короткий был разговор с женщиной одной она социальный работник и что-то так упомянула женщина в разговоре что у нас там чуть 20 процентов населения в соединенных штатах находится на вэлфере то есть на пособие как бы таком социальном и я что-то подумал многовато что-то она выложит 20 процентов каждый пятый что и пошел сегодня покопался там в статистике статистика очень легко находится очень быстро я может быть не так глубоко там копал но получается такая история что где-то это 22 процента населения и там больше 21 находится на вэлфере таки да находится на вэлфере это 7 там 68 что ли миллионов человек это довольно много но дальше я подумал подождите подумал я значит это же есть люди которые по возрасту как бы не могут находиться на вэлфере просто потому что они уже на пенсии доля не как бы дайте пенсионного возраста люди соответственно это сколько же там а мы обсуждали не раз что у нас по статистике половина населения не платит налогов в соединенных штатах это это известно и 1 процент населения платит там чуть ли не 30 38 процентов всех налогов в стране представьте себе не имеется не корпоративные налоги а вот такие то что граждане платить один процент платит 38 процентов а половина народа не платит вообще ничего а вот уже там остальные значит сколько 49 процентов платит оставшиеся там сколько там 12 процентов я извиняюсь не я 100 минус 38 остальные 62 в общем такая вот история но из 50 процентов не платящих населения но ну да но у нас 15 до процентов из этих 50 это люди которые на пенсии вот поэтому да есть люди которые на вэлфере бедные там да вот они не платят не только те кто на вэлфере но и бывает что и не на вэлфере а все равно бедные там с него налогов толком не взять вот а тут я с другой стороны как бы на это пошел смотреть и получается что значит ну там около 70 миллионов человек находится на вэлфере и там есть среди них как бы уже такая раскладка по уму расовая значит сколько процентов там белых сколько процентов черных сколько латиноамериканцев получается такая история если посмотреть на всех кто получает вэлфер это отдельно от фудстемпов это отдельно от пособия по безработице что тоже социальные выплаты это отдельно от программы субсидировано жилья атом это вот чисто вэлфер то есть вот денежное содержание такой вот хотя там не только деньги там еще медицин медицина в общем то не такая плохая и бесплатно в общем вот вот именно этих 38 процентов от всех людей получающих вэлфер это вот афроамериканцы но афроамериканцы составляют где-то около 13 и меньше 13 процентов от всего населения я тогда пошел значит уже взял калькулятор начал подсчитывать у нас 45 миллионов афроамериканцев 45 миллионов если 15 процентов из них пенсионного возраста но может быть чуть меньше если детей много то соответственно как бы это пирамиды от немножко иначе выглядит ну допустим значит если 15 процентов от 45 миллионов находится на пенсии ну там допустим 7 миллионов 7 миллионов значит 45 минус 7 получается 38 из 38 миллионов афроамериканского населения который до пенсионного возраста 27 миллионов еще раз из 38 миллионов 27 находится на вэлфере да это интересная такая картинка получается то есть фактически введение в элфера вот в середине 60-х хотели как бы помочь но вы видите что делает бюрократия когда хочет кому-то помочь она уничтожает того кому надо помочь и фактически уничтожили семью афроамериканскую уничтожили их социально потому что раньше афроамериканцы работали не было в элфера все работали вот и дальше если мы посмотрим значит на людей которые у нас получают вэлфер плюс фудстэмпы это что-нибудь миллионов 40 получает фудстэмпы около 70 миллионов получают вэлфер значит вместе это где-то там 110 миллионов это примерно столько сколько мы имеем людей работающих в этой стране то есть людей которые работают и людей которые находятся на то что называется паблик ассистанс то есть пособие получать в той или иной форме значит их поровну при том что надо надо понимать что люди работающие очень многие работающие люди зарабатывают в общем то не больше или там скажем незначительно больше чем те которые на пособиях например те которые на пособиях у них там медицина например бесплатно а те которые работают у них может не быть никакой и вот как бы это битый не битого везет если вы знаете эту сказочку вот так что битый но работающие везет не битого не работающего и надо сказать что при всей той эйфории недавно случившиеся избирательной кампании вот еще и года не прошло вот вся эта эйфория вот которая была вокруг здравоохранения которое починить все равно невозможно реально вот эти люди не в состоянии ни те ни другие не вместе не порознь никак это было по поводу нелегальной иммиграции которую опять они починить все равно не в состоянии ни те ни другие не вместе ну никак не потому что вопрос вообще не решается потому что эти люди не могут ничего решить они абсолютно из как бы из другого измерения и вот не можно конечно сказать что проблему вэлфера тоже решить нельзя но вот я думаю об этом это для меня не проблема того что денег там потратили 150 миллиардов долларов 158 такого плана пусть будет 150 миллиардов долларов тратится ежегодно на именно вэлфер на денежное содержание но может быть там еще медицина включена вот это без футстэмпов это без субсидированного жилья это без еще многих других программ это вот только значит вот только на это но меня там очень не денежное содержание пугает а меня пугает то что у нас существенные процент населения 20 процентов населения они как бы запечатаны вот в это состояние и вместо того чтобы работать приносить пользу обществу состоятся в человеческом плане понимаете вот вот стать как бы полезным уважаемым достойным членам общества вместо этого и предлагается нечто где они первое чувствуют себя изолированными второе сколько ты не дай это все равно будет меньше чем они хотели бы получать потому что никакого предела тому что человек хочет получать если его все равно дают бесплатно нету поэтому он смотрит а вот еще есть богатый а есть сильно богатый а почему они такие богатые а вот мне не хватает на это на это и на то тут вот я не знаю правда не правда кто-то сегодня пришел и говорит что вот пишут что для тех кто на вэлфере сейчас есть программа когда тебе когда им бесплатно раздают смартфоны не сотовые телефоны там позвонить если что не дай бог там на улицу упал а смартфоны с предоплаченным дэйта планом чтобы они могли общаться там на интернет ходить вообще развиваться как-то вот чтобы я не против честно я не против того чтобы люди развивались я просто хочу сказать что вот так работает бюрократия то есть она берет деньги на то чтобы помочь людям встать на ноги а дальше делает так что эти люди на ноги уже никогда не встанут никогда то есть все сделано так чтобы на ноги им не встать это то же самое что с индейцами они там живут в резервациях и там никто не трогает больше того их там как бы содержит в общем-то то есть им дают какую-то денежку там для них строят казино там и так далее так далее но нет нет такой задачи скажем интегрировать там индейцев американских в обществе есть задачи дать им возможность размножаться они размножаются очень-очень хорошо там количество индейцев или там процент индейцев среди населения сша вот удвоился там за относительно непродолжительное время вот но но жить-то как в общем ладно индейцы я так для примера во проблема да так вот для размышления и я думаю что нет общественного обсуждения этого не не в одной партии не в другой то ну то есть вот там говорят вот у нас тут в элфер стейт там такое есть такие слова бросают но чтобы кто-то сказал как с этим разобраться это непонятно потому что что не предложи поднимется такой вой и такая истерия и я даже не знаю я думаю что надо искать какие-то пути чтобы сделать работу более привлекательный чем сидение на бенефитах дело в том что то как сегодня сделано если ты начинаешь работать ты сразу теряешь много ты перестаешь получать некоторые вещи которые тебе дают бесплатно тут тоже здравоохранение например а в деньгах почти практически не выигрываешь если начинаешь делать простую работу какую-то не не бог весь какой а то и проигрываешь поэтому вот вот эту часть надо изменить как-то я не знаю как но в общем не то чтобы его ребята давайте сейчас сбросимся какие будут предложения я я не к этому кланю и на него такой постановочный такой разговор вот есть такая проблема однако счастливо счастливо